Прокуратура требует у выпускницы возместить траты за ее обучение. Студенты для режима как рабы, которых власть незаконно использует в собственных целях. Девушку, которая училась в Агротехническом университете, отправили по целевому направлению на 5 лет на работу в Держинский район. Но по состоянию здоровья ей пришлось уехать раньше срока. Теперь прокуратура требует взыскать деньги за обучение. Она должна будет заплатить 31 тысячу рублей. Зюганов на встрече с Путиным заявил, что Навальный тоже не с неба свалился. Он заявил, что он видел, как помощники Путина некоторые тащили его на этот престол. Вы недавно вынуждены были отвечать на вопрос по Навальному. Очень истинно ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его, ваши помощники некоторые тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил, вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслужбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну избирателей в Москве. И, извиняюсь, почти 900 тысяч согнали. А потом мы думали, что, собственно, делаем. Сейчас начинается новый цирк, похожая ситуация. Он никому не нужен. Абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер. Мы просто обязаны это сделать. Сейчас они будут придумывать разного рода сказки, чтобы очернить имя Навального. Володин заявил, что в Европе выборы недемократические. Там отсекают, сажают в тюрьмы, высылают неугодных кандидатов, которых боятся. Такое впечатление, что он перед зеркалом стоял и говорил эти слова. Житель Петербурга устроил забег по участкам, чтобы угоститься выпечкой на каждом из них. А вы говорите, что выборы были бессмысленные. Человек и спортом занялся и выпечку попробовал. Специальная операция. Но в этот раз не военная специальная операция, а операция по вбросу бюллетеней. Так в Российской Федерации на выборе якобы президентов председатель участка номер 5 провел спецоперацию по вбросу бюллетеней. Главное, что госполком Петербурга отчитался и назначил проверку этого участка. Они заявили, что все показанное фейк, а с работы работники ушли вечером и ничего подобного не было. А все, что вы видите, это якобы фейк. Удобненько. В детском саду в Мурманской области провели тоже президентские выборы. И там опять победил Путин. Детский сад Росинка организовал выборы для детей 5-6 лет. Им раздали фейковые паспорта и бюллетени. Путин набрал 12 голосов, Слуцкий 2, Харитонов 1. За Дворникова никто не проголосовал. После чего мальчиков группы мобилизировали копать окопы во дворе сада. А девочкам отдали их машинки. Все по сценарию. Лукашенковская хунта ввела ограничения на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойницких районов. Это объясняется якобы плановыми ограничениями. Но что-то они слишком сильно взяли за подобные учения. Путин решил опомнить, что он уже говорил когда-то про первичную задачу – обеспечить безопасность в Белгородской области. Но еще раз решил это повторить. Я вам обещаю обещать что-то подобное. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы. Они непростые, но мы это сделаем. Я уже говорил об этом. Просто не хочу сейчас в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Но, безусловно, будем над этим работать. Говорил также о том, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник на новость удар. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили. Директора музыкального театра увольняют за песню «Перемен» на концерте. Сергей Пукито, который возглавляет музтеатр с 2019 года, завтра должен отработать свой последний рабочий день. При этом коллектив собирается выступить с коллективным письмом с просьбой не увольнять директора, которого характеризуют как вменяемого и честного человека. Теперь даже песня «Перемен» является основанием для увольнения человека с должности. О чем говорить? О чем можно тут говорить? Беларусь готовит диверсантов для операции в Литве. Это может быть кампания по дезинформации. В украинских СМИ сообщается, что группа из пяти-семи бойцов прошла подготовку для работы в условиях города. Снайперскую подготовку обучилась навыкам рукопашного боя в ГРУ. Министерство обороны Беларусь отобрали молодых мужчин неприметной внешности. Они получили легенды от лукашенковской разведки. Как рассказали в Байпол, это может быть частью кампании по дезинформации. Это может быть любой частью по дезинформации, но готовыми нужно быть уже сейчас. Ведь для Лукашенко это обычная практика. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей сообщает, что в то время, как белорусские ретрейлеры испытывают общее снижение выручки, российские онлайн-площадки в Беларуси демонстрируют впечатляющий рост. Так, например, выручка в Албере за 23-й год увеличилась на 74%. Ну правильно, русский бизнес заходит на территорию Беларуси, а Лукашенко постепенно, но уверенно, сливает все. Тур спалил всю контору и проговорился, что они являются чекистами. Антод Гранта делает другая фирма-прокладка. Мы это знаем, потому что в пробную партию паспортов Новой Беларуси запихнули своего человека. Знакомьтесь, Колосов Геннадий Болеславович, родом из Держинска, счастливый обладатель уникальной бумажки, в которой написано «Просим ее обладателю разрешить свободно путешествовать». Хотя в нормальном паспорте пишут, что его обладатель находится под защитой своей страны. Но кто это? Наверняка кто-то уже обратил внимание, что Колосов Геннадий Болеславович – это КГБ. А родился он 20 декабря, а в этот день мы отмечаем День Чекиста, 1978-го. В тот год комитет преобразован из ведомства при Совете Министров в Центральный орган Госуправления КГБ. Мы, конечно, сильно рисковали, когда запрашивали документ для такого персонажа. Беглые паспортисты могли бы и догадаться, и поднять крик, но, как у них часто бывает, они прозевали и очередную разводку. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А, во-вторых, риск был застрахован, потому что у меня есть еще один паспорт. А вот он выдан на реально существующего человека. Более того, на того, кто находится в Беларуси. И он очень удивится, когда увидит свой документ в эфире ОНТ. И сделал новую рекламу паспорту Новой Беларуси. Суд Евросоюза отменил санкции против Белшины. Появилась информация о том, что на основании решения суда Европейского Союза с Белшины были сняты блокирующие санкции Евросоюза. Что это значит, и нужно ли бить тревогу? Снятие блокирующих санкций Европейского Союза с данного предприятия, с Белшины, не меняет общий санкционный механизм в отношении режима Лукашенко. Сама продукция Белшины, то есть резиновые шины, несмотря на снятие санкций самого предприятия, продолжает находиться под секторальными санкциями Европейского Союза. То есть секторально они все равно под санкциями. То есть санкции сняли с вывески предприятия, но не сняли с его продукции. Белшина по-прежнему остается также под санкциями США, Японии, Швейцарии и Украины.